Когда он счастит у коханья, чем стоит втрачать надежду? Не прикасайся ко мне, убери руки! Ты ж не дурак! Ты допить, будешь девственником! Я не девственник! И чем следует доверять порадам незнайомцев? Пошли! Думаете, он мальчик-колокольчик? А на самом деле, ваш сын Альфонс и вор? Третьокурсник Олександр Міхеєв жив разом із мамою, професором кафедри права одного з київських вишів. Хлопець ріс без батька, тож мати намагалася виховувати його за двох. Суворо. Все, мам, я на пари. Пока. Бутерброди взял? Взял. Саша, шапку! Хорошо. Иди. В Олександра досі не було дівчини. Хлопець соромився, і у спілкуванні з протилежною стеттю відчував себе безпорадним. Сашко вже давно мріяв про кохання, та будь-яка його спроба розпочати стосунки закінчувалася невдачою. Ой, перчатка! Стойте! Ой, извините. Ой, спасибо большое. Я щас все буду перестануть. Простите, ради Бога. Ну, ти красавчик, конечно. Ой. Ой. Минус один. Ой. Ой, извините. Минус два. Да, ти професіонал. Візьмите. Простите. Скажіть, а де ви їх покупали? Я вам куплю такі ж. Да ти віддай хоча б те, які по карманам заныкал. Чёрт. Прості. Прості. Ну, що? А те слова, которые говорил, лучше бы я вообще молчал. М-м-м, заинтриговал, продолжай. Красивая такая, умная. И глаза такие, что... А я... А ты, а ты снова лоханусь. А я, как всегда. Знаешь, мне кажется, я абсолютно безнадежен. И вообще меня надо изолировать. Ну, мы же тебя на курсы сходить. Так ты думаешь, я не провел там знакомиться? И на курсах японского, и английского, и... Да везде уже. Блин, ты бы еще на курсы кулинарии сходил. На курсы пикапа, придурок. Там те мозги вытянут, промоют и снова обратно вставят. Ну, и будешь разбивать бабские сердца, как я. Ты что, мне предлагаешь учиться снимать девочек? Ну, знаешь, они не яблоки, сверху не падают. Пошли. Я тогда воспринял совет Антона, как шутку. Но чем больше я думал о той девушке с мандаринами, тем больше я понимал, что в моей жизни нужно что-то менять. Увечері, після виставы, Сашко відразу твердо вырешил дослухатися поради друга и все ж таки піти на курсы пикапу специфичные манеры знаємства с жінками. Ой, я после спектакля всегда закушать хочу. Не знаю, что на ночь нельзя. Ой, ну не могу остановиться. А шо это ты не переоделся? Завтрак бабушке. Заляпаешь. Можешь переодеваться? Мам. Я завтра вечером не могу. Дела. Какие-то такие дела, о которых я не знаю. Ну и есть. Ты не нукай, а рассказывай, на кого ты променял родную бабушку. Только не ругайся. Это мне решать. Ну? Я записался на курсы пикапа. Завтра первое занятие. Ты собираешься охотиться за девушками, как озабоченный урод? Да. Только через мой труд. Это всего-навсего психологический тренинг. Я сказала нет. Завтра ты идешь к бабушке. И чтобы никто никогда не узнал об этом позоре. Мам, ты переодеваться. Надоело уже. Я буду заниматься тем, что мне надо. Вот это да. Это была первая настоящая ссора с мамой. Я иногда думаю, что именно из-за ее постоянного контроля у меня ничего не получалось с девушками. Мне кажется, я их боялся точно так же, как и ее. Наступного дня Сашко уже был за адресою, указанную в интернете. Хлопец был упевнен. Пикап – его останний шанс змінити життя. Я много слышал разного про теорию пикапа. И хорошего, и плохого. Но курсы были моей последней надеждой. Или я стану настоящим мужчиной, или на моей жизни можно ставить крест. Давайте. Все задания ясны. Поэтому завтра буду проверять. Давайте. Перша лекция вызвала в Олександра безлічь запитань. Хлопец не наважився говорити при всех, кто же решил подойти до тренера курсов после занять. Ярослав, я прошу прощения. Мне тут непонятна одна штука. Как познакомиться с девушкой? Я же рассказывал, Саша. Ну, я не об этом. Вы все правильно, конечно, говорили. Меня интересует, вот, любовь в пикапе, она мешает или как? Любовь, да, помогает. Ну, чаще, чаще помогает. Ага. Ну, нет, не совсем понятно. Саша, допустим, если девушка тебя любит, ну, тогда используй это и сразу ищи другую. Если ты любишь девушку, и девушка любит тебя, ну, тогда наслаждайтесь этим по полной, пока все не закончится. А потом сразу же ищи другую. Так, а если я люблю... Если так, ну, тогда да. Тогда, Сашенька, беги. Беги, не теряй времени. И сразу ищи другую. Да, конечно, Дарья. Нет, простите, но это все как-то нечестно. Нечестно? Ну, а, Саша, скажи, то, что они крутят нами, как хотят, это честно? У-у-у. То, что они ссорят нас с друзьями, то, что они лезут нам в карман, это честно? У-у-у. А знаешь, почему все так? Потому что, Саша, мужчины перестали быть мужиками. В лучшем смысле этого слова. Мужчина – это самец. Угу. Да перестань писать. Чем больше женщин, тем лучше. Да. Ну, а любовь? А любовь? Любовь – это для слабаков. А, держи. И домашнее задание. Помнишь, я в следующий раз буду проверять? Три девушки с адресами, фотографиями, именами. Все, Санек? Спасибо вам большое. Давай, жди. Ты лучший, Санек. До свидания. Меня Ярослав тогда очень впечатлил. Он подарил мне кучу энергии и уверенности в себе. Я думал, что легко выполнить домашнее задание. Ну, подумаешь, познакомиться с тремя девчонками. Ну, все оказалось не так просто. Практикувати пікап хлопец розпочав уже наступного дня дорогою до институту. Та потай Сашко сподівався, що знову зустріне на зупинці ту саму дівчину, яка йому так сподобалася. Девушка, я вам мандарины принес. Что? Мандарины. Мне? Вам. Спасибо. Олександр відчував себе цілковитим йолопом. Та все ж таки він мав опанувати себе і виконати завдання з пікапу. Тож хлопець розпочав нові спроби знайомства. Так, Санек. Не можеш. Девушка, а ви знаєте, що у нас с вами дуже багато общого? Да? У вас, може, теж десантник? Нет. Тоді у нас немає нічого общого. О, як. Перші попытки почалися з облому. Но Ярослава предупреждав, що чим більше опыта, навіть негативного, тем лучше. Я не опускав руки. Провал не зупинив хлопця. Олександр пішов до кав'ярні. Так, Санек. Не тормози. Ти можеш. Можешки. І? Лучший. Можна? Я Саша. Угу. Жені, щось все уберу. Більной на голову. Щас, секундочку, я уберу, я уберу один момент. Ой. Убери руки, адвеса, не прикасайся ко мне, убери руки. Ти ж не дурак. Тот провал только разозлил мене. Ну что за черт? Ну неужели не способен просто познакомиться з девушкой? Это же элементарно. Сашко не здавався. Замість того, щоб йти на лекції, він уперто намагався познайомитися з дівчиною. Хлопець навіть не здогадувався, до чого це може призвести. Девушка. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вы такая красивая, что я просто не мог пройти мимо вас и не сказать вам об этом. Спасибо, очень приятно. Вы скучаете? Может, пообщаемся? Ну, я вообще-то... Со мной пообщайся. Я просто... Что просто? Ты просто подошел к моей девушке и что-то я втираю. Полкайся, все нормально. Ну, пошли. Я пробовал еще и еще, но все было напрасно. Абезьяна. Ни с одной девушкой я так и не познакомился. Настроение и самооценка упали ниже плинтуса. Сашко так и не виконав завдання. Тож на наступному занятті с пікапу вырешив схитрувати. Повторяю для тех, кто в танкер. Не должны ставить высокие планки. Кого вы должны снять? Королеву. Молодцы. Давайте устрою перерывчик небольшой. Саш, може я тебе на вилочку? Ну что, как успехи? Да ничего, все получается. Смотрите, вот это Катя. Это Нина. Вот это вот Илона. Вот здесь у меня есть, вот смотрите, их номера телефонов и адреса. Скажите, пожалуйста, а помните, вы говорили о десяти ошибках на первом свидании? Саша, а можешь позвонить? Илоне. А не вопрос? На громкую связь, пожалуйста. Угу. Давай, давай, давай. Ну как вы догадались, что я вас обманываю? Просто знаю, как выглядит Кира Найтли. Саша, я здесь не для того, чтобы тебя ругать. Да нет, ну вы поймите, ну у меня реально ничего не получается. Я прихожу домой, репетировал, тренировал дыхание, но вот когда вижу девушку, у меня ноги чугунные, в голове дятел стучит и, ну и вообще, вот когда я с ними начинаю говорить, это ужас. Да хорошо, Саша, все нормально, это хорошо, ты начинаешь понимать свой страх, со временем начнешь его контролировать, а потом не забудешь о нем вовсе. Так как-то не верится даже. А больше тренировок, Саша, это я тебе говорю. Опустишь руки, так и останешься лузером. Так что же делать? Саша, да не думай ты, действуй, понимаешь, действуй, бери, бей, жги, лети, а потом думать будешь. Давай, вперед, действуй. Спасибо вам большое. Ребят, позови. Ага. Саша. Ау. Ты только руки не опускай. А, смотри щеком. Давай. Я пообещал себе, что сделаю все, чтобы вырваться из числа неудачников и стать нормальным человеком. Наступного дня, після пар в институті, нові знання с пікапу Олександр вирішив випробувати на практиці. А можно эспрессо? Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, молодой человек. А почему вот этот один такой грустный? Да так, стал немного. День был тяжелый. А тебя как зовут, зайка? У меня Вера. А я Саша. Вот и кофе мой. Слушай, Вер, а могу я тебя чем-то угостить? Ой, Саш, это очень мило. А можно, пожалуйста, красное вино? Хорошее. И тарелку фруктов. Сколько вина? Ну, бутылку. Не буду же я пить одна. Хорошо. Мила, иди сюда. А я тебя іщу. Садись. Позволь тебе представить, это Александр, мой друг. Очень хороший милый мальчик. Очень приятно, мило. Взаимно. А что-то вы здесь такое пьете? А мы вообще красное вино заказали. Ну, пока ждем. У меня так хотела мартини. Ой, Саш, может, угостишь? Так какие проблемы? Саш, Саш. И суши. Ну, хорошо. Дайте нам, пожалуйста, мартини и суши. Сейчас девчонки выберут. Возьмите. Просто выбирайте. Вот там супчики я вижу. Сейчас определимся. Я был на седьмом небе, счастья. Наконец-то, пикап работает. Но дальше все пошло наперекосяк. Из ресторану хлопец выходил не в компанию девчата, разом и с другом. Коли Сашко побачив рахунок за вечерю, кто зрозумел, что доведется выкликать на допомогу Антона. Я же не знал, что они еще Карпаччо захотят заказать. Ну, как мы им завтра позвоним, а? Обязательно позвоним. Только квартиру перед этим не забудь продать. Они завтра уже не вдвоем приедут. Они завтра целый политех с тобой притащат. Студентки, блин. Да ладно тебе, нормальные девчонки. Да динамщицы твои, милая Свера, развели тебя, как лоха. Ну, блин, ну мы нормально с ней посидели, повеселились, поболтали. Че ты? Повеселился? Цветут грея не забудь вернуть. Тоха, ну я не понимаю, что это получается, что с нормальным девчонками у меня не клеится, да? А все остальные динамщицы на меня липнут из-за денег? Саня, че ты паришься? Ну, работа у них такая. Ну, блин, ничего личного. Зря я все это затеял. Одни обломы. Ага, распасться еще. Ну, ты же знаешь, нельзя научиться ходить, не падай. Больше шишек, больше рефлексов. Ну, ты сам знаешь, как в яслях. Да? Да. Да пошли вы все! Саня! Умники, воспитатели! Саня! Просто я неудачный, бать и все! Да успокойся, Сань! Я тогда почувствовал себя опустошенным. Я никому не нравился. Может, я ошибка природы? Если честно, мне тогда жить совсем не хотелось. Хлопец почувався невдахой. Вин навіть разчарувався в пикапе и хотів лише якомога швидше дістатися додому. Опоздала. Метро уже не ходит. Блин, что же делать, а? Че, че? Такси вызовем. Такси? Да. Точно. Такси, такси. У меня кэши нет. Все на карточке осталось. Блин. Ну, дом-то есть? Конечно, есть. Ну, вот, попроще таксиста подождать и отдашь ему. Господи, да где ты видел таких таксистов, которые вы ждали бы? Они все пуганые. Господи, да попроси кого-то из родных, пускай спустятся. Да я одна живу. Блин, куда же я теперь пойду, а? Ночь. Холодно. Куда я пойду, а? Слушай, как зовут от тебя Растяпа? Марина. Вот что, Марин, давай-ка я вызову такси и подвезу тебя. Ты правду подозрешь? Ну, да. Спасибо тебе огромное, ты просто дужка. Только адрес, скажи мне, хорошо? Я попросил таксиста подождать, а сам провел Марину до самой квартиры. Он дал мне свой номер телефона. И только когда я ехал домой, меня словно обожгло. Я же наконец-то познакомился с девушкой. Легко, свободно. Наступного дня Сашко не мог дочекатися занятий с пікапу, чтобы похвалиться керівнику першою справжньою перемогою. Давай, смотри. Молодец. Держи, адрес нового телефона. Да. Фотография не с телефона. А это я у нее со странички скачал. Дело в том, что все как-то произошло так внезапно, ну, на автомате. Ну, все, как вы говорили. Да. На Урловской живет? Угу. Ну, там хорошая дома. Не бедная. Да. У нее родители в разводе, а отец владелец ночных клубов. Вот он ей квартиру и подарил. Эх, спасибо вам, Ярослав, большое. Рано благодарить, Саш. Ты знаешь, что сделаешь? Что? Держи. Знаешь, что сделаешь? Пригласи ее на свидание. Ага. Свади ее куда-нибудь. Угу. Ну, а потом оставайся у нее. Как? Природа подскажет. И, смотри, не разочарую девочку. Да нет, я не об этом. Ну, мы жить с ней только познакомились. Саша, ты что, полгода за ней ухаживать собираешься? Нет. Секс — это не повод для глубоких отношений. Сашенька, давай действуй, пожалуйста. Давай. Все. Угу. Честно говоря, я не был к этому готов. Все так ускорилось. Возможно, в этом и была моя проблема. Я слишком много думал. Я решил довериться Ярославу. Позвонил Марине и договорился с ней о свидании. Сашко нервовался перед побачением. Та друг был завжди готовый прийти на допомогу. Ну, блин, ну, вчера на футболе был. Ну, блин, ну, не набрал, ну, сори. Сейчас в скафе с Саней. Сань, подтверди. А, он со мной, да. Все, убедилась? Все, Анатолий, давай. Целуй, ну, вечером заеду. Да давай, все, давай, пока, целуй. Блин, чего они все такие на подрыве? Реально, посидеть даже нельзя с другом нормально. Как ты не палишься? Учись, студент. Кстати, как у тебя с Мариной? А, ну, вот на свидание сегодня иду с ней. Ну, клево, и? Какой там клево? Знаешь, как-то не туда все повернуло. Она, конечно, прикольная, красивая, характер. Ну, прикольная в смысле смешная или как? Да нет. Ну, понимаешь? Ну, только ты не смейся. Ну, не люблю я ее. И боюсь, что она в меня влюбится, но это будет как-то не по-людски. Ну, что? Саня, с твоим жизненным кредом ты до пенсии будешь девственником. Ты это понимаешь? Я не девственник. Успокойся. Науку перешло. Съешь, науку. У мумии все понимал, но душа была не на месте. Не то, чтобы я был какой-то особый романтик, просто как-то все так технологично получалось, что ли. Сашко боялся закінчения того вечера, а Марина и справді після прогулянки запросила хлопца додому и, в очевидь, хотіла, чтобы він залишився на ніч. Олександр починав паникувати. Как тебе нравятся мои ножки? Красивые, правда? Очень. А что тебе еще вам не нравится? Все? Все. Только не говори, что глаза. И глаза тоже. А еще? Марин, спасибо тебе за чай. Я, наверное, уже пойду... В душ. Да, в душ. Чуть я первая. Слушай, как-то пси не пахнет. Нет? Ну, значит, мне показалось. Не буду брать. Я хотел секса с Мариной. Взрослые люди, симпатия. Почему бы и нет? Но мне казалось, что я передаю эту девушку с остановки. Глупо, конечно, но то, что я сделал потом, не укладывалось у нее в голове. Наступного дня по дорозі до институту на Сашка очікував справжній стресс. Минуточка. Что такое? Александр Михеев. Да, что случилось? Вы задержаны. Пройдите с нами, пожалуйста. Вы шутите? А тебе смешно? Пошли. Я был в глубоком ауте. Меня в милицию. За что? Но то, что я узнал потом, не влезало ни в какие рамки. Сашко ніяк не мог спагнути причины затриманья. Та невдовзі слідчий приголомшив хлопця. Його підозрювали у пограбуванні. Твой телефон? Мой. А что случилось? Лопухта Михеев. Вот что случилось. Кто же улики оставляет? Здесь фото и адрес потерпевшего есть. Какой потерпевший? Пригласи девушку, пожалуйста. Сидеть. Марина? Ты на что вообще рассчитывал, свинья? А? Не понял. Присаживайтесь. А что происходит? Он? Он? Козёл. Да что случилось, объясните мне. Гражданка Коваль уверяет, что ты вчера у неё из квартиры похитил деньги и драгоценности. Было? Что? Марин, да ты чего? Ну а кто? Кто? Да вы что, с ума сошли? Я что, совсем тупой? Ты был вчера у неё? Был, а что? А фото и адреса в телефоне. Здесь же целое досье. Восемь девушек, их тоже хотело воровать? Так что я не одна была? Слушай, ну ты и мразь. Да они все не существующие. Ну да, ты уже и проверил. Ну, кто ж тебе реальный адрес-то скажет? Ну я сам их выдумывал. Конечно. Короче, Андерсон, посидишь в камере, пока я обвинение нарисую. Уведите. Я не знал, что мне делать. Ведь всё было совсем не так. Да, я сбежал. И что мне было говорить следователю? Что я ходил на курсы по соблазнению девушек, и мои моральные ценности не позволили мне остаться наедине с красоткой? Это идиотская ситуация. Невдовзі на допомогу сынови примчала мати. Дізнавшись, о чём у них подозрюют её сына, жінка ледь не знепритомнила. Я не понимаю, что ты делал у неё дома? И почему так поздно? Да как что? Он типа ухаживал за мной. Глупости. Я лучше знаю своего сына. Мама! Значит, не знаете. Думаете, он мальчик-колокольчик? А на самом деле ваш сын Альфонс и вор. Уважаемый, я на минуточку доктор юридических наук. И вы, пожалуйста, мне обвинений не выдвигайте. Но он сбежал, когда гражданка была в душе. Ну вот скажите, нормальный мужчина мог взять руки и сбежать от такой девушки? Это был план. А мы вам ничего доказывать не будем. Это вы доказывайте. Да он единственный, кто вообще... Ну и что? Он Максимум свидетель, подозреваемый, но никак не обвиняемый. Поэтому, Павел Романович, я требую. Отпустите моего сына. На каком основании? На том, что у вас нет никаких оснований его задерживать. И если хотите, я напишу жалобу в прокуратуру. И поверьте, ко мне там прислушаются. Нет, подождите. Вы что, его сейчас отпускаете? Нет, это невероятно, ну просто. Подподписывайся. Распишись. Это все твой пикап. Я тебя предупреждала. Телефон. Забери свой телефон. Сейчас, когда я вспоминаю все это, то понимаю, что жил как младенец. Все все за меня решали. Водили за ручку, как ребенка. В койку, в милицию, из милиции. А я? Что делал я? Ныл, мечтал. И думал о том, какой я бедненький несчастный. Диставши свободу, Сашко заглибився в себе и ничего не стал рассказывать матери. Единою людиною, из якою он мог поделиться своими бедами, был друг Антон. Да, Старик, ну ты вляпуся. А бежать, ты чего? Да я знаю. Испугался. Молчаю. А следак что? Да что следак? У него факты. Номера телефонов, адреса девчонок у меня в телефоне. Ну, да плюс я один знал о том, что у нее свидание и что она живет дома одна. У него все сходится. Ну, блин, реально, о свидании она могла рассказать еще сотни человек. Тем более фотки в телефоне тебе для пикапа нужны. Ну, реально, в чем проблема? Да ты что, с ума сошел? Да я не говорил ему о курсах пикапа. Да я не собираюсь даже. Стоп, Ярослав же знал. Реально, нафига ему номера и адреса девочек? Тут ясен перец. Если есть адрес девчонки, значит ты реально с ней познакомился, а не скачал из интернета. Не, чует мое чувствительное место, что он здесь реально при делах. Да ну, не гони. Ну, реально, он знал, что Марина в шоколаде и дома никого не будет. Да ну, слушай, так можно на кого угодно подумать. Ты тоже был знал. Да уж, спасибо, друг называется. Антон тогда настоял, чтобы проверить Ярослава. Я сначала был против, но потом только предложил хорошую идею. Сашко не верил в причетность Ярослава, але другу все ж таки вмовы переверить. Следующая лекция посвящается теме «Жизнь после секса» или «Как уйти красиво». Всего доброго. Ярослав, можете меня поздравить. У меня очередная победа. Смотрите. Ух ты, ничего себе. Молодец. Девчонку зовут Тоня, ей 18 лет. Родители работают в посольстве за границей. Садовая 30, квартира 18. Зачетная девочка. Тебе везет на одиноких. Обычно переночевать негде, а ты вот на все готовенько. Есть такое дело. Ну, ты ее хоть пригласил куда-нибудь? А, так она меня пригласила. Завтра намечается пати на 8 часов. Пойду. А, что за пати? Может, я схожу? А, нет-нет, это закрытая вечеринка. Тут вход только по приглашениям. Ну, программка такая намечается серьезная, аж за полночь. Молоток, Саня. Ну, давай. Да, счастливее. А, кстати, как там с этой Мариной, кажется? А, так, все хорошо. Мы провели вместе ночь. А потом у меня начались какие-то там траблы. Ну, в общем-то, длинная история. Молодец. Молодец. Ее проблемы, это ее проблемы. А у тебя свои задачи. Ну, конечно же. Все, тогда я побежал? Давай. Знаешь, жизнь после секса или как у тебя красиво, это твоя тема. Так что не пропусти. Я понял. Всего доброго. Если честно, мне было стыдно. Я растал нормальный мужик. Помогает таким, как я. Зачем я согласился на этот цирк? Да еще и фотку Тохина девушке показали. Бабушке на адрес назвали. И было как-то не по себе. Наступного дня друзі ховалися на сходовому майданчику біля квартиры Сашкової бабусі. Блин, Тоха. Короче, пора сворачиваться. Сейчас бабушка с работы вернется, будет мне мозг вынимать за милицию. Что там вынимать? Было бы что. Короче. Тихо. Вот видишь. Я ж тебе говорил, что Ярик здесь ни при чем. Ну а откуда этот зэк пришел? Просто так или что? По-любому Ярик навел. Тоха. Тихо ты. Вот видишь, Маринка мне говорила, что в хате псиной воняет. Все сходится. Все, я вызываю ментов. Давай. Алло. Здравствуйте. В квартире Вор. Садовая 30, квартира 17. Теперь быстрей. Пожалуйста, побыстрее. Антон Пригородний. Да, пожалуйста, побыстрее. Все, я вниз. Ты куда? Вниз ментов встречать. Давай, я его пока снаружи закручу. Стой. Все произошло за секунды. Когда Вор выбегал из подъезда, патруль его задержал. Виходит, Тоха был прав. Спийменный злодей врешті-решт зізнався, что адресы жертв ему передавал саме керівник курсов пікапов. И что квартиру Марини пограбовал тоже в ней. Но неприемностей в Сашка не закончились. Через укусы собаки ему призначили вакцинацию-відсказу. Вот что значит мать не слушать. А я тебя предупреждала. Выдумал тоже курсы пікапа. И вляпался в такую историю. Мама. Ну что, влюбился, что ли? Нельзя просто познакомиться. А не выдумать себе всякие трудности. Мама, хватит. Я прошу тебя. Иди. Снимай штаны, дон Жуан. Ты? Насыщий гад. Ты мандарины принес? Какие мандарины? Саша, Саша, подожди! Это был предел. Я ненавидел себя. Ну а что я мог сказать и в этой мегадебильной ситуации? Я снова сбежал. Олександр картав себе, что снова осоромился перед девчонкой из зупинки. Хлопец вырешил поделиться своими переживаниями и с другом. Ты учу делал. Знакомиться надо было, а не убегать. Ну это, конечно, дурья башка. Да хуже. Я моральный урод, понимаешь? Дважды облажаться перед девушкой своей мечты. Ну ничего. Прикольно получилось знакомство. Ну такой доля эротизма. Смешно тебе, да? А как мне знакомиться с голой задницей, с девушкой? Который услышал от моей матери, что я записался на курсы пикапа. Как? Да элементарно. Просто встаешь. Красиво. Представляешься. Позвольте рекомендоваться. Александр, гроза собак и красивых девушек. Ну как-то так. Плохо. Я серьезно. Ну это не тот случай, когда не прокатило, но и черт с ним. Я же... Да ладно тебе. Ну, ну, встретились дважды. Встретитесь и в третий раз. Ну не просто так же ж это. Да я даже представь себе, что будет третий раз. По-моему, жизнь не дала четко понять, что я здесь лишний. Ну, Сань, ну просто ты не такой, как все. Вот и все. Слушай. А может и гей, а? Ну как проверить? Сань, давай лучше без экспериментов, хорошо? Да ладно, шучу я. Пойду. Слушай, может в клуб забавимся? Ну, потусим, расслабишься. Не, потусили уже. Ну чего ты? Я хочу побыть один. Я тогда посмотрел на мир другими глазами. Мне казалось, что я лишний здесь. Всем мешаю. Мне хотелось забыться. Пригніченный Сашко не знал, как жить и далее. Хлопец втомился постойно быть невдахой. Он больше не верил ни в пикап, а ни в загалю в те, что кто-то сможет зарадить ему. Пошли вы все. Я тогда не понимал, что творю. Думал, алкоголь поможет мне пережить, смириться. Но стало только хуже. Мать Александра вновила медсестру прийти домой и все-таки сделать укол сына. Собака хоть и не был бродячим, но лучше было бы перестраховаться. Девчина погодилась. Ну, Сашенька у меня такой впечатлительный. Знаете, в наше время это редкость. Ну, все равно, зря, конечно, я при вас сказала про курсы пикапа. Да ничего, все нормально, неправда. Не переживайте. Саша, ты дома? Саша, ты дома или нет? Интересно. Саша, в нашем доме в обуви не ходят. Александр? Надежда. Вы у нас, оказывается, еще и поете. Надя. Мама. Это Надя. Я уже знаю. Ну, что сказать? Я снова отличился. Сашко не звук до мецных напоев, то ж от горилки ему стало дуже зле. Сробити хлопцеві укол відсказу Надія так і не змогла. Жить будет. Вы ему только не говорите, что я ванною водила, его хорошо. А точно врача вызывать не нужно? Точно, ну я ж медик. Вы ему утром дайте чего-нибудь кисленького, ну и пусть прогуляется на свежем воздухе. Наденька, я вас очень прошу, останьтесь. Вы понимаете, он никогда не был в таком состоянии. А тут его еще собака укусила. А вдруг инфекция? И укол ему нужно сделать. Ну, укол в любом случае утром, потому что алкоголь должен выйти. Надюша, ну пожалуйста, я вас очень прошу, останьтесь. Ну, ладно, поможем. Ну вот и договорились. Раздевайтесь. Чаем угостить? Конечно. Первым делом я заботилась о своем сыне. И совсем тогда не подумала о том, что предлагаю переночевать в своем доме совершенно постороннему человеку. Мне тогда пришлось пожалеть об этом 300 раз. Наступный ранок неприемно здивувал матер Сашка. Женка не звыкла, чтобы кто-то хозяйнувал на ее кухне. Доброе утро. Доброе утро, Надя. А у вас есть мед? А то я искала и найти не могла. Мед в кладовке. И не нужно было его искать, Надя. Буду знать. На работу не опаздываешь? Еще и укол нужно сделать. Не, у меня сегодня выходной. Саня, ну как же ты? Господи, ну зачем же ты так? Что, оклемался герой? Надя? Я думал, что мне все это приснилось. Я Саша. Каждый день можешь знакомиться? Давай садись, будем завтракать. А что я вчера натворил? Что, что? Ходил в обуви по квартире. Да? У меня все в голове смешалось. Пикап, милиция, слежка, уколы, арест вора, Надя. Я думал, она со мной не захочет говорить после того, что я учудил. Но все оказалось иначе. После снеданки девчина наполягла, чтобы Сашко прогулялся с нею. Хлопец ледве погодился, адже боялся знов утнути какую-нибудь дурость. Ой, ты что такой зажатый? Я что, слишком страшная? Да нет, не слишком. Слишком? В смысле? Да я другое имел ввиду. Да вовсе не зажатый. Саша, ты такой классный вообще. С тобой не соскучишься. Шутишь, да? Да нет, ну правда, ты мне еще тогда на остановке понравился. Такой забавный с этими апельсинками. Ну, я правда тогда подумала, что ты ботан на всю голову. А сейчас? Не, ну, смотри. До бандитов с голыми кулаками полез? Полез. На курсы пикапа пошел? Пошел. Приключения на свою задницу нашел? Ну, нашел. Знаешь, не каждый на такое способен. Знаешь, а ты мне тоже еще тогда понравилась. А то я не знаю. Мы гуляли, гуляли. Я поверить не мог, что это не сон. Постоянно щипал себя за руку. Я с Надей даже не верилась. Тим часом мати чекала на сина и была упевнена, что хлопец повернется уже сам. Женка встигла пожалкувати, что запросила Надею. Саша, где ты ходишь? Ты знаешь, мне не нравится. Надя? Дядь Люд, вы извините, ради бога, это из-за меня. Мне надо было зубную щетку забрать, ну и переодеться. Надо было. Не поняла. Постойте. Вы не переживайте. Я Сашу укол вечером сделаю. Все будет хорошо. Ладно. Хорошо. Только потом Саша вызовет тебе такси. Да не надо, я у вас переночую. Вы же сами говорили, за Сашкой нужен глаз да глаз. Мам, ну все, мы пойдем. Мати Сашка не находила собі місця від хвилювань. Поведінка дівчини здавалась їй підозрілою та нахабною. Ой, слушай, у мене тут таке твориться ужас. Представляєш, уму непостижимо. Я не могу ее выгнать из дому. Я ей говорю, тебе пора домой. А она мне говорит, не волнуйтесь, у меня все хорошо. Она моего Сашку без такого охмурила. И бросила здесь якорь. Ну, конечно, из-за квартиры. Умная какая. Родит ему ребенка. И все, все законы на ее стороне. Выгнать. Как выгнать? Я не могу ее выгнать. Просто в лоб не могу. Сашка не позволит. Ой, Варя, ты его давно не видела. Он здесь такое вытворяет. Просто ужас. А вдруг она мне травы подсыпет? Она же медик. Подожди сейчас. Тетя Люд, давайте за стол. Я судака в фольге запекла. Вкуснятина. Хорошо, сейчас. Сейчас придем. Давайте. Уже тиждень Надія жила у квартирі Людмили. Женка зрозуміла, що має якомога більше дізнатися про дівчину. Тож вирішила прослідкувати за ней. Привітик, як ти? Що задумала дівчина? Що буде із Сашком? Привітик, як ти? Мама. Санька, дорога, я буду біжати? Да, ну-ка. Я так і знала. Дрянь. Да, ти хороший. Людмила хвилювалася за сина. Женка вже не сумнівалася. Нахабна медсестра хоче використати її нерішучого Сашка. Стол насшатался. Надя просила підтягнути. А більше она тебе нічого не просила? Саша, це вже нікуди не годиться. Мам, ну ти чого? Нормальна просьба. Тим більше, хто в домі мужчина? Саша, в моєм домі, в моєм. Пусть она у себя дома командує. Мам, ти чого? Санька, ну неужели ти нічого не замечаєш? Она же использує тебя. Она живет здесь. Ходит, как дома. Ты уже выполняєш все ее прихоти. Мам, я люблю Надю. Что случилось? Ну, пока ничего. Ну, я же сердцем чувствую. Ты же ничего о ней не знаєш. А есть ли у нее ребенок? Или ухажер? Она вежит тобою, как хоче. Был бы у нее ребенок, я бы знал бы об этом. Саша, какая наивность. Да хто ж тебе об этом скажет, сынок? Надя, не та девушка, которая тебе нужна. Я знаю. Да это я знаю. Знаю, зачем ты на нее наговариваешь. Ты хочешь, чтобы я снова стал маменьким сынком, да? Сгученным ботаном? Нет, мама, все. Я вырос. Не свиток с матерью разговаривать. И чтоб больше я этих разговорів не слышу. Раскомандовався он. Взрослый уже. Розуміючи, що слід негайно діяти, Людмила все ж таки зважалася на відвертую розмову з Надією. Наша! Саш, сумки возьми. Здравствуйте, тетя Люд. А где Саша? Надя, Саша вышел, но это даже к лучшему. У нас с тобой серьезный разговор. Что случилось? Я все про тебя знаю. Пахмально. Не хами. Ладно, проехали. Что дальше? Я знаю, что у тебя есть ребенок и хахаль. И не перебивай меня. Я знаю, что ты используешь моего Сашку для того, чтобы эту квартиру заполучить. Но у тебя ничего не выйдет. Тет Люд, вы вообще нормально себя чувствуете? Значит так, ты сейчас же, немедленно. По-тихому отсюда уберешься, и чтобы я тебя больше никогда не видела. Поняла? И никогда не будешь встречаться с моим сыном. А Саша вообще-то про ребенка знает. Когда Сашко вернулся домой, в квартире было незвычно тихо. Мама! Надюшка! Саша, Саша, ты не переживай. Твоя мама, она... Что с мамой? Не сердись, пожалуйста. Я сказала маме, что мы переезжаем, блядь, ко мне. Мама! А что случилось? Ой, Сашка, если бы не твоя Надюшка, меня бы здесь уже не было. Тет Люд, ну не преувеличивайте. Ой, Сонька, я за вас так рада. Твоя Надюшка такая замечательная девушка. Только пообещай, что никогда не будешь ее обижать. Да не вопрос. А что случилось-то? Я с ужасом вспоминаю тот момент. Когда я поперхнулась, я думала, это конец. Но как хорошо, что рядом со мной оказался квалифицированный медик. Людмила даремно подозревала девчину. Напередодні вона бачила Надю и с братом, и с маленьким племянником. Та все ж таки маты хвилювалася. Я вырос. Ну, все дети взрослеют. Пора жить самостоятельно. Саша, только кушай там хорошо. Надя, не переживайте, я о нем позабочусь. Хорошо, пока. Саша, сынок, шапку забыл. Я понял, что мне не нужны бесчисленные победы. Кто-то стремится к этому, а кто-то находит ту единственную женщину, с которой я готова прожить всю жизнь. До свидания. И пикап здесь абсолютно ни при чем. Я рад, что все так получилось. Субтитры создавал DimaTorzok